Так, ребята, сейчас Наталья Андреевна, наш экспертный гость, сделает обзор очень интересной лекции, которую, значит, буквально несколько дней назад провела в Запорожье в Центре здоровья терапевт, 40 лет стажа, врач высшей категории, Чинцова Диана Викторовна. Да, информация на весь золото. Я попросила Наталью Андреевну, чтобы она нам транслировала эту информацию, потому что она невероятно важная, она емкая, она невероятно актуальная и просто, и доступна нам для работы. Это просто то, что доктор приписал. Все, Наталья Андреевна, пожалуйста. Спасибо за доверие. Я постараюсь четко выразить свое отношение к этой лекции. Это, в общем-то, моя задача сделать анонс, чтобы вы ее оценили по достоинству. Диана Викторовна – это уникальный человек, который имеет образование медицинское и бывшее Советского Союза. Это очень хорошая школа. И восточная. Она много раз была в Китае и имеет сертификаты. И поэтому ее мнение очень важно. И я очень... Моя мечта была вообще прослушать курс ее лекции. Как-то мы параллельно были в этом городе, жили, но у меня такой возможности не было. Я очень счастлива, что доступ к информации сейчас у меня есть. Но и я очень с интересом наблюдала, как она отнесется к водороду, к этому направлению. Потому что, знаете, врачи с большим стажем – это люди все равно консервативные. И она... Это человек, который, знаете, она... Какой-то шум, выключите микрофон какой-то. О, я выключу. Да. И очень меня интересовало, потому что она очень искренняя. И сразу я видела это недоверие к этому направлению в какой-то степени. Она собирала информацию и так далее. И все лекции, которые до этого она читала – это очень глубинные классические лекции, которые слушаешь в запой. Ну, а о водороде – это всегда была информация, ну, конкретная, но краткая. И вот, наконец, вот случилось чудо, и Диана в эту субботу, Диана Викторовна, наконец, говорила именно о водороде. И, ну, лекция всех потрясла. Но почему она важна для нас? Вы знаете, мы... Сейчас информации так много, что ты смотришь. Да, это интересно, это мне нужно. Куда-то записал и так далее. Да, это надо было бы посмотреть, это прочитать и так далее. И очень много информации проходит мимо нас. Поэтому я сегодня и предложила вот Татьяне сделать акцент именно на этой лекции, которая была в субботу. Я ее вам... Она есть на сайте, в чате. Поэтому в чем же ее суть? Во-первых, Диана Викторовна, она говорит алгоритмами, которые легко использовать потом в работе. Ну, например, она рассказывает, как развиваются процессы в организме по одной схеме. Это стресс, это спазм, это застой, это отек, воспаление и разрушение. И как она, интересно, построила лекцию. Она рассказала, сколько таблеток нужно человеку выпить, чтобы эти проблемы ушли. Приходит на прием, и стресс нужно снять такой таблеткой, спазм, другой, третий. Получилось 7-12 таблеток для того, чтобы человека привести в порядок. И врач как-то там старался разложить их по времени или как-то... Но однозначно, здесь вреда будет больше, чем пользы. И как она, интересно, обосновала, что вот именно водород при стрессе, мы знаем, что магний работает, при спазме магний, да? Да, застой, водород, отек, водород, воспаление. Я специально детально вам не говорю, я говорю об алгоритме, как доносить людям информацию о продукции. И если знаешь этот алгоритм, то это очень несложно. И в конце, вернее, не в конце, а в заключении она говорит, что это панацея. Хотя мы всегда, когда это слово говорим, мы всегда его с иронией. Или как-то говорим, нет, не панацея, или не может быть панацея. У Дианы тоже было, говорила, водород – это, конечно, сопутствующий, но нужно еще и это. А теперь она об этом сказала на лекции, мне это так понравилось. Потому что почему? Потому что он настолько универсальный, это направление само по себе. Тут я не говорю только о магний водороде. Что оно может настолько... схемы тут универсальны, что они очень мощно и быстро восстанавливают. А для нас это важно, потому что, в общем-то, мы в бизнесе. И для того, чтобы быть успешным, надо эту тему знать глубже и понимать, как ее кратко можно дать. Вот мне много рассказывают, даже когда мы видим результаты. Но результаты – это одного, другого, третьего – это очень важно. Но важно, когда ты ясно мыслишь, ясно излагаешь. Когда по схеме Чинцовой даете информацию, прочитайте и поймете. Она рассказывает о схеме, как происходит разрушение организма. Я повторяю. Стресс, а он сейчас у всех. Из-за этого идет спазм. Спазм может быть сосудистой, гипертония. Спазм может быть какой угодно – желудочно-кишечный тракт и так далее. Застой. Обязательно после спазма идет застой. И это тоже ведет к хронической патологии какой-то. Отек, воспаление. И в результате разрушение. Вот она говорит, что еще как бы спазм застой легче снять. А разрушение обычными медикаментозными средствами очень сложно. Практически невозможно. Назначают витамины, назначают какие-то АТФ, алоэ раньше и так далее. Но все это было, ну, просто как… Эффекта особого не было. А сейчас вот это разрушение, именно вот назначением этой терапии дает серьезный эффект. И она еще, значит, дальше. Ценность магниеводорода, что это восстанавливает реологию. Реология – это реологические свойства не только крови, а всех жидкостей. То есть они становятся текучими, уменьшают свертывание. Значит, это первый пункт. Второй – уменьшает свертываемость крови. То есть вот этот микротромбоз, которого все боятся. Тромбоз – это инсульты, это инфаркты и так далее. Потому что регулируется кальциевый-магниевый обмен. И она коротко, четко, кратко это все объясняет, и все очень понятно. И третий – это агрегация. Это, вы знаете, эффект монетных столбиков. Слипаются эритроциты, не хватает энергии. И тут водород тоже великолепно улучшает текучесть крови и так далее. То есть вот эти три важных фактора – реология, антисвертывающая система и антиагрегантная система. И я очень люблю, когда она приводит цитаты китайцев. И он говорит, и профессор нам говорил, открой путь движения жидкостей, остальное природа сделает сама. Представьте, какая мудрая фраза, и она опять же о нашем водороде. В общем, я в восторге. И дальше она говорит о воспалении. И тоже нестандартно, потому что воспаление – это защитная реакция тела, представляете? То есть воспаление – это норма, это так нас защищают эритроциты. Но если идет массивное воспаление, тогда это вред. И вот массивное воспаление очень хорошо тоже идет на нашей продукции. И дальше она подходит уже к этому изобретению, которым мы сейчас пользуемся. Что в 2007-м японцы, была первая Нобелевская премия по этой теме, потому что начали говорить о свободных радикалах, как окислителя. И объясняет, вот это опять окислительный стресс. И говорит, что это называется цитокениновый шторм. Потому что один электрон, окислитель отрывает электрон от одного, например, ДНК, клетки и так далее. И все идет цепная реакция. И остановить ее трудно. Обычный антиоксидант, если мы применяем любой, он тоже становится окислителем. То есть тоже проявляет эффект окисления. А водород, он универсальный в каком плане? Он отдает электрон и становится водой. То есть эта реакция все равно заканчивается очищенной водой. И причем это вода в клетке. И это ценно, потому что вот эти клетки, которые об оптоз и так далее, у них больные клетки, восстанавливаются за счет этой реакции. Что вообще уникально. Дальше она говорит о цикле Крепса. Это уже, ну, как бы, более такие знания об внутриклеточном ацидозе. И очень важно сейчас целое направление, которому мы тоже причастны. Это митохондрии и это окислительное фосфорилирование. То есть митохондрии – это энергетические станции в наших клетках. И сейчас целое направление медицины есть именно восстановление митохондрии. Потому что если нет энергии, нарушаются все виды обмена. А митохондрии – это обмен. Митохондрии – это органеллы клеток. Их может быть больше или меньше. Они уникальны тем, что у них есть собственное ДНК и собственное ядро. Их может быть больше или меньше. Но самое главное, они питают нас энергией, а их энергия включает именно водород. И тогда образуется АТФ. И у нас есть… Мы всегда успешны, когда мы энергетически заряжены. Они фактически как пауэрбанк для нас, митохондрии. И они могут стареть, могут больше размножаться, могут меньше, могут восстанавливаться. Все это связано с нашим образом жизни. Однозначно с применением водородной воды, магниеводорода и так далее. И тогда это и есть эффект омоложения, заложен именно митохондрии. То есть, представляете, мы напрямую связаны не просто с лечением оздоровления, а с омоложением организма. И причем мы стоим у истоков. Все это будет мощно развиваться, а мы в этом активно участвуем. И когда я уже буду амбассадором, я представляю, какое развитие компании будет необыкновенное. И она говорит, что ни одна биологическая молекула не существует без водорода. И объясняет, почему вообще это, вот мне так понравилось, в центре всегда говорят об уникальности продукта, об универсальности и что он удобен в применении. И тоже опять это четкий алгоритм, как подавать информацию. Уникальность – это пятое поколение. То есть, это пищевая добавка, которая образуется в желудке, она индивидуальная. То есть, первое поколение – это травы. Второе поколение – это сборы трав. Третье – это экстракты. Четвертое – это те добавки, которые мы видели в капсулах, анимона, какие-то добавки. А это именно очень индивидуально получается в желудке, когда соединяется с соляной кислотой. Это пищевые добавки пятого поколения. Это уникальность, универсальность. Водород, самая маленькая молекула, проникает кругом и проходит гемотоэнцефалический барьер. Это у нас так защищен наш мозг головной, спиной, делают из-за спиной пункцию, делают поток. Через именно эти оболочки можно только механически преодолеть и тогда туда попасть. Это гемотоэнцефалическое пространство. А водород проникает без всяких проблем. Поэтому универсальность. И он сочетается с любыми другими лекарствами. Это тоже важно, что мы можем это делать. Он не имеет побочных эффектов фактически. Единственное, иногда бывает, что через обострение идет какая-то проблема. Но это не побочный эффект, это вариант детоксикации. И третий пункт. Три У. Уникален, универсален, удобен. Удобен, потому что программа сопровождения очень хорошо разработана. Даже то, что и сегодня у Татьяны. Какое замечательное обучение. И информации дается очень много. Как-то очень много открытой информации и работает легко. Надо просто не лениться. И всех пациентов мы, собственно говоря, сопровождаем, консультируем, тестируем. Сейчас у нас центр очень активно работает. Зазывается он Путь здоровья. Действительно, это Путь здоровья. И с этими людьми. И в конце Диана, она всегда оригинальная. И вот она говорит, китайцы говорят, что мы все равно выбираем, быть здоровым или больным, живым или мертвым, богатым или бедным. И в конце она говорит, ну, прошли, мы все-таки с марта месяца работаем активно, получили результат 82%. А остальные спрашиваешь, ну, ты же спрашиваешь, человек хорошо выглядит, стал активнее, видно, что он получше чувствует. Он говорит, не скажу, чтобы не сглазили. Поэтому она говорит, 82% это точно позитив. А вот эти, которые еще говорят, не сглазили, у них еще есть страх, им нужно пить больше магниеводорода. В общем, человек с юмором бесподобным. И в конце я сказала, что отравиться фактически невозможно, потому что норма магния где-то 500, а в коробке 80%. Если даже мы, говорит, таких случаев не было, но тоже если человек съест все сразу, то тоже не отравится. Это тоже радует. В общем, я вас еще раз призываю следить за этими лекциями, делать с них такой мини-конспект и пользоваться этой информацией.